напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать итак поехали во времена ссср такие изделия из хрусталя относились к разряду предметов роскоши что это это хрустальная ваза во времена ссср такие вазы стоили от 60 рублей и поэтому выставлялись в обычные дни за стеклом в сервантах и стенках а в праздники царили за накрытым столом с оливье или фруктами сегодня можно разжиться парой таких вас на барахолке и еще комплектом хрустальных фужеров в придачу такие металлические штуки были в кафе мороженое а стеклянные дома что это металлические креманки встречались в кафе мороженое где в них раскладывали на вес холодное лакомство с сиропом шоколадной стружкой или орехами а вот дома чаще держали стеклянные варианты креманок особо продвинутые хозяйки могли подавать в них не только десерты но и салатики что это за предмет из кухонной утвари советской эпохи это ситечка для заваривания чая конструкция его очень простая пружинка удерживает половинки ситечка в закрытом положении в которой засыпается чай с помощью такого ситечка удобно заварить чай прямо в чашке на одного что советские граждане несли домой в таких пол-литровых реже литровых бутылках кефир молоко и ряженку советские граждане несли домой в таких бутылках закрывались они сверху крышечкой из толстой фольги с выбитой датой выпуска продукции потом пустую и чисто вымытую бутылку можно было отнести в пункт приема стеклотары и получить обратно ее залоговую стоимость 15 20 копеек для чего предназначалась такая удлиненная советская общепитовская тарелка популярную закуску из жирной соленой рыбки с лучком принято было подавать на специальной удлиненной посудине селедочницах селедочницы в общепите порой были подписаны а дома уже каждый использовал красивую фаянсовую с цветочками листочками или стеклянную емкость какое назначение этой советской чудо техники в летнее время советские люди активно занимались консервированием в частности старались заготовить как можно больше соков на зиму в этом им помогала соковарка в нее закладывали фрукты с сахаром и ставили на огонь по мере нагревания плоды начинали давать сок который стекал через трубочку оставалось закатать его в бутылии как назывались эти детские сервизы это редкие детские сервизы маши и вани которые производились на фарфоровом заводе в коростине украинская ссср цена одного набора составляла 4 рубля 45 копеек для чего использовали этот кухонный инструмент из ссср на фото изображена рыбочистка советского производства специальное приспособление для очистки рыбы от чешуи этот предмет выпускали многие предприятия советского союза как правило они шли в категории дополнительной продукции различался дизайн форма ручки но у всех был один общий и похожий элемент который выполнял основную функцию это зубчатая пластина внизу инструмента что это за приспособление времен ссср конечно же на фото электрический духовой шкаф именно в таком пекли невообразимо вкусные пышки и булки наши бабушки и мамы такая электродуховка мечта каждой советской хозяйки ничего необычного в ней не было вилка вставлялась в розетку даже без выключателя но вещь была поистине желанной для чего использовали эти инструменты на кухне в ссср это щипцы для разламывания больших кусков сахарной головы на мелкие кусочки пригодные для индивидуального потребления или помещения в сахарницу советском союзе такие щипчики использовали и выпускали вплоть до начала 60-х годов так как в ходу был твердый кусковой сахар рафинад быстро растворимый сахар появился только в 70-е годы как вы думаете для чего нужна эта лопатка похожая на станок для бритья это толкатель для еды который помогает взрослым учить детей есть приборами когда малыши не могут подцепить еду можно поддерживать кусочки пищи лопаткой так детям становится легче пользоваться вилкой или ложкой как думаете для чего были предназначены эти ножницы это пресс для консервированной рыбы например для тунца с его помощью можно убрать остатки влаги из банки для чего на кухне нужно было такое приспособление это инструмент для нанесения сахарной пудры или прочей обсыпки заполняется пудрой потом быстрыми движениями открывается и закрывается посыпая еду для чего использовали эту необычную посуду это посуда для длительного хранения сыров на дно наливается немного воды уксуса и соли так чтобы уровень раствора не был выше высоты ребер на которые выкладывается сыр как назывался такой популярный в ссср сервис из гдр сервис мадонна из гдр был культовым предметом в ссср этот немецкий фарфоровый набор посуды был верхом роскоши сервис был популярным подарком который преподносился в честь юбилея свадьбы и других знаменательных событий как называлась это алюминиевая электросковорода с середины 70-х годов в ссср начали выпускать алюминиевую электрическую сковороду волга предназначенную для приготовления и разогрева пищи в инструкции было указано время необходимое для приготовления различных видов блюд для чего это самодельное устройство которое можно было встретить в советских деревнях в деревнях из новогодней елки люди своими руками делали венчик чтобы взбивать яйца получалось очень удобное устройство которое легко заменяла миксеры и блендеры нашел на кухне у бабушки есть идея что с этим делать это специальная форма которая позволяет выпекать торты с разного цвета центральной и внешней частью а также маленькие и большие коржи для торта это штуковина сделана из чистого серебра ручка для сравнения размера что это это нож для сливочного масла благодаря ему масло можно красиво нарезать в виде завитков а а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа для чего использовали эту необычную советскую тарелку в данном корот а а а Субтитры создавал DimaTorzok Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест.